МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фотерин – эксперт в области профессиональной косметики для волос из Финляндии, страны с экстремальным климатом. Фотерин – эксперт в области профессиональной косметики для волос из Финляндии. Самых внимательных зрителей ждут подарки. Смотрите нас и ждите мой вопрос в конце программы. Сегодня мы преображаем Евгению. Девушка хочет поменять джинсы на платье, а всю спортивную одежду оставить только для скалолазания. Наша героиня родом из провинции, ей 22 года. Никогда раньше не интересовалась модой и мечтала только об одном – скалолазании. После окончания школы поступила в Ростовский вуз на факультет иностранных языков. Учебу совмещала с занятиями спортом. Из одежды покупала только экипировку для покорения вершин, а в институт ходила в джинсах и толстовках. И когда Евгения устроилась с преподавателем на курсы, поняла, что совсем не умеет одеваться. Ей хочется выглядеть женственно, производить впечатление приятной девушке. Но она не знает, как составить стильный комплект. Боится бескусицы и вычурности. Женя, я рада приветствовать тебя в нашем проекте. Я знаю твою историю. Ты – скалолазка. Ты увлекаешься этим видом спорта. Скажи, почему скалолазание? Вообще скалолазание – это довольно интересный вид спорта, потому что, чтобы пройти трассу, можно не только выносливости физической силы, но и идея. Поскольку, чтобы пройти трассу, можно и пройти по разному. Именно поэтому я заинтересовалась этим видом спорта. Но это же опасно, это как-то страшно. Ты можешь упасть, может еще что-то произойти. Как ты с этим справляешься? Ты все-таки девочка. Ну, мне очень интересно, поэтому я стараюсь каждый раз преодолеть себя. Ну, то есть это для закалки, для жизни, тебе наверняка очень сильно пригодится. Да, потому что помогает выработать выносливость, преодоление себя. И я так понимаю, что у тебя еще со школьной скамьи идет тяга к джинсам, к кроссовкам, к чему-то спортивному. А сейчас наступил такой момент, когда немножко меняются приоритеты. Ты закончила вуз, пришла на работу, и тебе нужно выглядеть как-то совершенно иначе. И поэтому пришла в наш проект за помощью. Да, совершенно правильно. Замечательно. Мы обязательно тебе поможем. Поможем тебе одеться так, как ты хочешь, чтобы ты производила впечатление на работе, чтобы ты успешно двигалась к тому, куда ты стремишься, и чтобы ты, конечно, устроила свою личную жизнь. Ольга Гринюк – дизайнер и основатель собственного бренда. Начинала с создания верхней одежды. Сейчас специализируется на авторских платьях. Ее фирменные бутики уже открыты в 15 городах России, таких как Смоленск, Челябинск, Краснодар, Москва и, конечно, Ростов. Дорогие друзья, я продолжаю рубрику от дизайнера. И сегодня расскажу о завершающих этапах производства коллекции от Ольга Гринюк. Итак, начинается процесс массового отшива. Конструктор в программе делает раскладку всех размеров модели в электронном виде, и она распечатывается на специальном принтере. Эта бумага попадает в раскроенный цех, где уже ложится на несколько слоев ткани и вырезается закройщиком на профессиональном оборудовании. Вырезанные слои переходят в комплектовочный цех, в котором формируются пачки по размерам для швейного отдела. В швейном цеху, где работают мастера и технологи, идет уже непосредственный отшив партии, заготовка, наметка, межоперационная тепловая обработка и окончательная утюжка. Готовые изделия тщательно проверяют в отделе технического контроля, и только после этого на них пришивается фурнитура, идет упаковка и сдача на склад. И это еще не вся проверка качества. По нашим правилам, из партии берется несколько изделий разных размеров и проверяются на посадку по фигуре. Таким образом, наши изделия проходят три этапа контроля качества. Первое – на линькую усадку на стадии образца. Второе – на качество отшива при массовом производстве. И третье – на качество посадки по фигуре при упаковке изделия. Создание коллекции – это трудоемкий процесс, и на каждом этапе нужно не упустить важные детали. На рынке одежды мы уже 14 лет, и каждый этап оттачивался годами. Самая большая награда для нас за все труды – это счастливые улыбки наших покупательниц, желающих приходить к нам снова и снова. Стилист программы «Лана» составила для Евгении модные комплекты, а также побывала в гостях у наших партнеров, где выбрала обувь и аксессуары для этих образов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Женя, привет! Здравствуйте! В своем письме ты написала, что не умеешь составлять комплекты и боишься ошибиться. С чем это связано? Да, действительно, я не умею подбирать сложные комплекты, не покупая одежду с цветочным принтом или с клеткой. Выбираю скромную одежду, скромных фасонов, скромной расцветки. Именно поэтому я решила обратиться именно к вам. Давай расскажу о концепции своего выбора и подробно обсудим каждый образ. Хорошо. Женя, ты занимаешься скалолазанием. Значит, девушка смелая, решительная, не боишься экстрима. К тому же ты преподаватель английского языка. Для меня это очень интересный коктейль, и мне захотелось это отразить в твоем новом стиле. Ты готова к экспериментам? Конечно, готова. Первый образ – комплимент английскому стилю. Платье в клетку, классические сапоги, нейтральный по цвету пуховик и акцентная сумка с эффектом состаренности. Куда бы ты ни отправилась в таком комплекте, ты всегда произведешь правильное впечатление и на своих учеников, и на работодателей, а, возможно, и встретишь свою судьбу. Это довольно необычно для меня, но я готова прислушиваться к вашему совету. Второй образ яркий и динамичный. Джинсовое платье-рубашка хорошо комплектуется и в стиле кэжелл, и в спортивном. Легкая куртка-пуховик, удобные городские кроссовки, вместительный рюкзак позволят тебе активно проводить весь день. Но при этом ты будешь выглядеть не как спортсменка, а как современная девушка, которая разбирается в модных тенденциях. Да, действительно, я привыкла к удобной, комфортной одежде, и я рада, что вы подобрали этот комплект. Он, в принципе, напоминает мой спортивный стиль, но в то же время он выглядит очень неженственно. Женя, что-то мне подсказывает, что ты полюбишь третий образ в стиле глэм-рок. У каждой девушки должно быть свое маленькое черное платье. Это жаккардовое из осенней коллекции Ольги Гринюк. Уникальность такого платья в том, что его можно по-разному обыграть. Все будет зависеть от того, куда ты в нем собираешься. Я выбрала к нему ботинки с активной металлической фурнитурой, маленький клач от Велены Хромченко и стильное колье. Мне правда нравится жанр этой музыки. Я очень люблю черный цвет, поэтому вы угадали. То ли еще будет после полного преображения. Предвкушаю. Давай начнем примерку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наша героиня спешит в салон красоты. Ей очень нужна помощь парикмахеров, косметологов, визажистов. Ждем ярких образов и полезных советов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Жень, здравствуй. Я тебя приветствую в своем салоне красоты. Я знаю, что у тебя сейчас замечательные происходят события, преображения. Это здорово, поздравляю. Это здорово, поздравляю. Ну, и, конечно, я рада очень, что принимаю участие в этом. Ты готова? Да, готова. Давай опять. Женечка, ну, давай я сделаю все-таки диагностику волос. Это очень правильно. Прежде чем приступать к такой сложной программе, как колористика, нужно все-таки выяснить, да, как себя чувствуют волосы и чем ранее были до этого окрашены. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще ухаживаешь за волосами? Что ты делаешь с ними? Я использую шампунь, бальзам для волос. А по поводу окрашивания я пару раз окрашивала волосы хнули, потому что в какой-то период они мне начали селивно ломаться. Ага, то есть здесь у нас любитель народной такой медицины, скажем так, панацеи, да? То есть на волосах была хна. Да. Отлично, это просто супер. Я чувствую, у нас очень веселая будет работа. Но я должна тебя предупредить, что всегда хна дает непредсказуемый результат, но я обещаю максимум усилий вложить для того, чтобы все-таки мы достигли того результата, который мы для тебя придумали. Ведь образ уже составлен. Ты готова? Отлично. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Дорогие друзья, вот и состоялось очередное преображение, и еще одной счастливой девушкой стало больше. Если вы хотите стать героиней программы, приходите в наши салоны и заполняйте анкету. Мы ведем отбор участниц еженедельно. Теперь к подаркам. Мой вопрос следующий. Сколько этапов проверки качества проходят наши изделия? Ваши смс с ответами отправляйте на номер, который видите сейчас на экране. И первые 10 правильно ответивших гарантированно получат сертификат от нашего партнера салона красоты. Отправляйте смс и ждите нашего звонка. А если вы не знаете, что подарить вашим родным и друзьям, в наших салонах есть сертификаты на 5, 7 и 10 тысяч рублей. Порадуйте своих близких платьями для счастья. Вы смотрели программу «Преображение» с Ольгой Гринюк. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»